Добрый день, дорогие ребята! С вами, как обычно, Дмитрий Алексеевич. И сегодня у нас 27 занятие. Прежде чем переходить к его теме, давайте я обсужу с вами такую проблему. Представьте себе, вы решаете задачу, в ней спрашивается, можно ли что-то получить. Есть какой-то процесс, вы, соответственно, можете что-то делать, делать, пытаетесь получить. И у вас ничего не выходит. И вам вообще начинает казаться, что ответ нет, нельзя получить то, что хочется. Надо как-то это доказать. Понятное дело, что вы не можете сказать, ну вот, смотрите, я попробовал, у меня не получилось. Значит, ответ нельзя. Вам могут возразить, ну, хорошо, как бы, ты молодец, ты попробовал. Но, может быть, если кто-то другой попробует, у него получится. Да, то есть, если ответ нет в задаче, нам нужно в таком случае попытаться объяснить, почему, собственно, нельзя добиться желаемого. И вот тут на выручку приходят какие-то дополнительные соображения, которые иногда можно назвать инвариантом. Что это такое? Это какая-то вспомогательная величина. Ну, то есть, например, сумма, разность, четность, делимость, периметр, площадь. Много-много разных, да, есть довольно много стандартных, есть какие-то нестандартные вещи. Вот, на которые, если обратить внимание, то можно заметить, что они не меняются в данном процессе. Ну, и, соответственно, если изначально эта величина была равна какому-то числу, и в итоге надо ее поменять, но при этом на каждом действии она не меняется, то мы можем сделать вывод, что, соответственно, поменять ее нельзя, и что процесс не может привести к желаемому результату. Ну, я сейчас не очень наглядно, да, я так, в общем, порассуждал, порассуждал, что, ну да, клево, наверное, так задачи действительно можно решить, скажете вы. Ну, и вот давайте разберем несколько примеров для наглядности, чтобы было понятно, что это очень рабочая стратегия, вот, подметить какую-то такую закономерность, что что-то не меняется. Ну, не просто подметить закономерность, а доказать, что что-то действительно не меняется. Давайте рассмотрим такой простейший пример. Представьте себе, что у вас есть монеты в 10 сиклей и 15 сиклей, и вас спрашивают, можно ли только этими монетами набрать сумму в 2019 сиклей. Ну, соответственно, вы думаете, так, хорошо, 2019 это много, мы, конечно, можем попробовать понабирать. Ну, вдруг у нас ничего не получится. И вот представьте себе, да, вы там набрали, скажем, 2010, например, и вот у вас осталось 9 сиклей, которые вы не можете набрать. Вы же не можете сказать, что, ну, у меня не получилось, да, значит, ни у кого больше не получится. Может, просто вы плохо старались, да, может быть, как раз-таки можно столько набрать. И в данном случае, для того, чтобы доказать, именно доказать, да, аргументировать, почему 2019 набрать нельзя, давайте рассмотрим такую штуку. Дело в том, что оба числа 10 и 15 делятся на 5. Мы посмотрим на делимость, да. 10 делится на 5. Ну, я напоминаю, что мы делимость обозначаем вот так вот тремя точечками, да. Так, и 15 делится на 5. Так вот, я утверждаю, что любая сумма, которую можно набрать с помощью 10 и 15, то есть, сложив несколько десяток и несколько чисел 15, все равно будет делиться на 5. Почему? Ну, потому что, когда мы складываем два слагаемых, да, каждый из которых делится на 5, то сумма тоже делится на 5. Ну, понятно, почему так происходит, да. Можно в точности сказать, чему будет равно, равен результат деления на 5, да. Вот, например, если при делении на 5 здесь получается 3, а здесь при делении на 5 получается 4, то при делении на 5 всей суммы получается 3 плюс 4, да. В данном случае 7. Вот, поэтому, если мы будем из чисел 10 и 15, складывая их, составлять какие-то другие числа, то результат всегда будет делиться на 5. Это мы только что доказали. А нас что просят получить? Нас просят получить число 2019. Так ведь число 2019 не делится на 5. Почему оно не делится на 5? Ну, например, потому что мы знаем, что число делится на 5, если его последняя цифра делится на 5. Ну, а девятка на пятерку не делится. Да ведь? Не делится. Ну, или можно попробовать поделить, да, и убедиться, что получается остаток. То есть 2019 на 5 не делится. Между тем, любое число, которое мы в теории могли бы получить с помощью монеток в 10 и 15 сиклей, обязательно должно делиться на 5. Ну, значит 2019 получить нельзя. То есть, немножко если подумать, да, подметить какую-то закономерность, как ее можно подметить? Ну, попробовать, да, какие-то числа маленькие получить. Можно получить, например, 20 сложив, да, 2 десятки, 25, 10 плюс 15, 30, 15 плюс 15. Ну, сами эти числа, да. Вот если посмотреть в совокупности на все, что у вас получается, то можно заметить, что все числа делятся на 5. Потом мы это доказываем. Вот мы доказали это, да, объяснив, что когда мы складываем два числа, каждый из которых делится на 5, то сумма также делится на 5, да. Ну, и сделать вывод, что число 2019 на 5 не делится, поэтому мы его получить не можем. То есть, вообще, вроде бы, кажется, простое решение, да. Посмотрели на делимость на 5, ну, и получили противоречие. Но, вообще говоря, в некоторых задачах, конечно, этот инвариант, да, то есть, вот эта вот величина, которая остается неизменной, то есть, в данном случае, делимость на 5, да, как бы, в каких-то других задачах это может быть более конкретная величина. Но, тем не менее, да, в каких-то задачах это может быть намного менее очевидная величина. Ну, вот давайте разберем еще два примерчика для того, чтобы посмотреть на больше ситуаций, где этот инвариант может вам пригодиться. Второй пример, который мы рассмотрим, тоже будет связан с числами. Представьте себе, что Гарри Поттер сдает профессору Снейпу зачет по зельеварению. Ну, он не очень силен в зельеварении, да, поэтому профессор Снейп ему предложил следующее. Значит, профессор записал на доску три числа. 100, 200 и, вы не угадали, 2019. И он разрешает Гарри Поттеру за одну операцию сделать следующее. Выбрать два различных числа. Ну, скажем, давайте выберем 100 и 2019. Из большего вычесть меньшее, что получится? Тысяча девятьсот девятнадцать, правильно? А меньшее число удвоить. Ну, то есть получится 100 на 2, 200. Получится вот числа 1919, 200 и 200. Старое число 200 мы тоже оставляем. Старые числа стираются, новые остаются. Да, то есть одно число мы пишем без изменений. Из большего выбранного числа вычитаем меньшее, а меньшее удваиваем. Ну, давайте еще сделаем одну операцию, чтобы было понятнее. Вот, например, взял снова два различных числа. Соответственно, из большего вычитаю меньшее. Получается, сколько? Тысяча семьсот девятнадцать, правильно? Меньше удваиваю. Получается 400. Ну, а третье число оставляю без изменений. Соответственно, эти стираю, а эти тоже стираю. И вот я могу время от времени проводить такую операцию, да? Значит, брать два различных числа, из большего вычитать меньшее, ну, а меньшее увеличивать в два раза. Задача Гарри Поттера через несколько ходов получить такую тройку. Тысяча, две тысячи и три тысячи. Если он получил такую тройку, то он сдал зачет. Вопрос. Есть ли у Гарри возможности сдать зачет? Так, ну, давайте внимательно посмотрим на то, что происходит, да? Значит, еще разок. Мы из большего числа вычитаем меньшее, а меньшее число удваиваем. Правильно? Ну, вот мы, конечно, можем попробовать, да, за Гарри Поттера пройти этот зачет. Ну, сделать еще несколько действий, да? Ну, что-то есть подозрение, что, наверное, как раз вот эти-то числа получить нельзя. Иначе злобный профессор Снейп как-то устроил халяву Гарри Поттеру. Явно это не в его стиле. Ну, а как же доказать, что мы не можем получить эту тройку? Видимо, надо заметить какую-то вот такую вот закономерность, какой-то инвариант, то есть какую-то неизменную величину. И вот давайте мы операцию, которая происходит, запишем в более общем виде. То есть, ну, вообще на доске написано три числа, но давайте я вместо чисел напишу буквы. Ну, переменные как-то. Значит, представьте себе, что на доске сейчас числа х, у и з. Вот просто три числа. Такие. И, скажем, я выбрал два числа, х и у, и из большего, вычитая меньшее, давайте считать, что, скажем, х больше. То есть, я вот так в общем виде пытаюсь представить, что происходит, как меняются числа. Значит, если я из большего числа х вычитаю меньшее у, то получается х минус у. Меньшее число я должен удвоить, то есть записать вместо у 2у. Ну, а третье число я оставляю без изменений, соответственно, пишу z. Угу. То есть, была тройка x, y, z, и получилась тройка x минус у 2у, z. Вот что происходит за одну операцию, если написать не в числах, а в буковках. Хорошо. Ну, давайте попробуем заметить какую-то закономерность. Значит, какие такие величины я перечислял, которые обычно являются постоянными, которые могут служить инвариантом? Ну, это разность, сумма, делимость, четность, что-то такое, да? Ну, в данном случае, как вы думаете, что может подойти? Ну, наверное, можно посмотреть на сумму всех трех чисел. Ну, давайте посмотрим. Изначально, вот здесь, сумма трех чисел равна, ну, просто x плюс y плюс z, да? Вряд ли мы с ней что-то более умное сможем сделать. Просто x плюс y плюс z. Так. А здесь, когда происходит операция, которая разрешена Гарри Поттеру, как меняется сумма? Ну, давайте просто сложим эти три числа. x минус y плюс 2y и плюс z. Ну, вот теперь мы видим, что у нас есть минус y и плюс 2y. Можно немножко упростить это выражение. И, соответственно, получится x плюс y плюс z. Это новая сумма. Так какая же это новая сумма, скажете вы? Это наша старая сумма. То есть сумма вообще никак не поменялась. То есть мы сейчас доказали, что какие бы три числа ни были написаны на этой доске, после проведения Гарри Поттером одной операции сумма этих чисел не меняется. То есть вот мы написали три числа. Специально мы не конкретные числа написали, а переменные вместо них, чтобы не на конкретном примере рассуждать, а в общем виде. И вот написали, как эти числа изменились. Посчитали сумму здесь и здесь, получили, что она одинаковая. Ну, значит, ни при каком шаге исходная сумма не может измениться. Ну, вот давайте ее посчитаем в одном случае и в другом. В этом случае сумма равна 2319. А здесь сумма равна 6000. Ну, так что, можно ли из суммы 2319 получить сумму 6000, если она на каждом шаге не меняется? Конечно, нельзя. Значит, Гарри Поттер таким способом зачет не получит. Ну, что тут можно еще сказать по поводу этой задачи, да? Можно, конечно, не только на сумму посмотреть на самом деле, да? Можно также посмотреть на четность. Да? Вот, может, для кого-то эти соображения окажутся чуть проще. А то тут какие-то переменные, что-то страшное. Как с помощью четности решить эту задачу? Смотрите, у нас исходные числа какие? Четное, четное и нечетное. Давайте просто поймем, что у нас всегда будут два четных числа и одно нечетное. То есть, получить три четных числа нельзя. Ну, что можно сделать за одну операцию? Можно выбрать либо два четных числа, либо четное и нечетное. Ну, давайте здесь рассуждать. Если я выбираю два четных числа, из одного вычитаю другое, а другой удваиваю. Да? То есть, было четное, четное и нечетное. Я выбрал два четных числа. Из большего вычитаю меньшее, ну, а меньшее удваиваю. То разность четная. Соответственно, пишу четное число. Удвоенное четное число, оно все еще четное. Оно даже на 4 будет делиться. Но самое главное, что оно четное. Ну, а если я нечетное число в этом случае не трогаю, то оно остается нечетным. И все хорошо. Так, а если я затрагиваю четное и нечетное число? Как меняются числа в данном случае? Ну, третье число не меняется, поэтому оно остается четным. Когда я напишу разность, я вычту либо из четного нечетное, либо из нечетного четное. Но в любом случае получится нечетный результат. Ну, а когда я удвою какое-то целое число, то вне зависимости от того, какое именно число я удваивал, четное или нечетное, результат все равно будет четным. Опять же, получилась тройка четная, нечетная, четная. То есть два четных и одно нечетное. У них может поменяться порядок, но это совершенно не важно, да? Самое главное, что из тройки два четных числа и одно нечетное, мы не можем получить тройку три четных числа. Потому что на каждом шаге из двух четных чисел и одного нечетного получается снова два четных и одно нечетное. Хоть мы затрагиваем два четных числа, хоть мы затрагиваем четное и нечетное. Ну, соответственно, даже мы нашли две причины, почему таким способом Гарри Поттер зачет получить не может. То есть, почему нельзя получить такую тройку. Во-первых, это сумма, да? Вот рассуждение, вот мы написали в общем виде три числа, посмотрели, как они меняются, убедились, что сумма не меняется. Ну, а вот рассуждение с четностью. Тут как бы какое вам ближе, но заверяю вас, что есть задачи, где работает то и другое по отдельности. Поэтому желательно разобраться в обоих способах. Надеюсь, что тут все понятно. Ну, давайте перейдем к еще одной задаче, уже без чисел, а то, что это мы только с ними мучаемся. Ну, и последний пример, который мы рассмотрим, будет про шахматы. Про такую шахматную фигуру, как слон. Давайте, во-первых, я нарисую шахматную доску 8 на 8. Делим пополам вот так. Ну, и получается достаточно симпатичная доска. Давайте я сразу напомню, как ходит шахматный слон. Он ходит по диагонали на любое количество клеток. Вот давайте я сейчас где-нибудь слона нарисую. Вот, например, тут. Как-то так рисуют слона обычно. Соответственно, куда он может сходить? Он может сходить на вот эти клетки по диагонали, вот эти клетки по диагонали, вот эти клетки, и вот эти клетки. То есть по диагонали он ходит. Так, здесь не очень аккуратно получилось. Вот так. Вот. На любую из этих клеток. Ну, и вопрос, задача звучит следующим образом. Шахматный слон стоит на поле А1, то есть в левом нижнем углу. Ну, на всякий случай, я, кстати, давайте немножко займусь просвещением. Шахматная доска, она имеет обозначение. Столбы, столбцы обозначаются буковками. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, Х. Ну, а клетки, точнее, строчки обозначаются цифрами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть, когда я говорю, левая нижняя клетка, это клетка А1. Да? Вот здесь стоит шахматный слон. Давайте мы просто крестиком ее отметим. И за 100 ходов хочет оказаться в клетке А1. То есть в правой нижней угловой клетке. Может ли он это сделать? Ну, давайте ноликом отметим. То есть, может ли слон из крестика попасть в нолик? Ну, что тут можно заметить, да? За 100 ходов, понятное дело, что число 100, видимо, взяли так. Произвольно, потому что, ну, если мы куда-то можем попасть, то мы чуть ли не за 2 хода можем это сделать, да? Вот, например, в эту клетку мы можем всего за 2 хода попасть. Или вот в G1, да, в соседнюю клетку с H1 мы можем попасть тоже за 2 хода. То есть, ну, на самом деле проблема не в том, что нам может не хватить ходов, да? А скорее вопрос звучит так. Можно ли вообще из А1 попасть в H1? Ну, и если, опять же, вы посмотрите внимательно на картинку, то вроде возникает ощущение, что нельзя. То есть, вот на соседнюю вроде получается, а как попасть с G1 на H1 совсем не ясно. Ну, по крайней мере, по шахматным правилам. Ну, и за счет чего же можно решить эту задачу? Дело в том, что когда мы говорим шахматная доска 8 на 8, наверное, вы себе представляете не просто клетчатую доску 8 на 8, но она еще и раскрашена в 2 цвета. Да, то есть шахматные доски, они раскрашены в 2 цвета, в черный и в белый. Но у меня доска зеленая, да, и есть цветные мелки, поэтому давайте у меня будут зеленые клетки и синие. И вот мы раскрасим их точно так же, как в шахматах. Соответственно, вот у меня синяя клеточка, вот синяя клеточка. Ну, и сейчас я быстренько все разукрашу. Вот так, вот так. Может, не очень аккуратно, но самое главное разобраться, какие же клетки у нас окажутся синими. Ну, почти. Так, вот так, вот так и вот так. О! Глядите, какая красота получилась. Синие клетки и зеленые клетки. Зеленые — это те, которые ничем не закрашены. Соответственно, зачем я это вообще сделал? Зачем я нарисовал шахматную доску цветную? Цветную, ну, то есть с белыми-черными клетками. Дело в том, что шахматный слон обладает таким прекрасным свойством. Вот где бы он ни стоял, вот, скажем, изначально я его вот в этой клетке рисовал. Давайте мы посмотрим внимательно, на какие клетки он может пойти. Сюда — на синие клетки. Туда, вправо, вниз — тоже на синие. Вверх вправо — тоже на синие клетки. Ну, и влево-вверх — тоже на синие клетки. Дело в том, что, оказывается, эти клетки одного цвета, они тоже идут по диагональке. Поэтому слон своим ходом не меняет цвет клетки, на которой он стоит. Получается, что если изначально шахматный слон стоял на клетке А1, на синей клетке, то оказаться на зеленой клетке H1 он никак не может. Потому что своим ходом он, в принципе, никогда не меняет цвет клетки, на которой он стоит. То есть в данном случае инвариантом является цвет клетки, на которой стоит слон. Ну, я думаю, понятно, да, решение? То есть в некотором смысле это похоже на четность, да, такое разбиение на белое и черное. Да, в некотором смысле похоже на разбиение четное-нечетное. Вот. Ну, а вообще вот такая вот раскраска шахматная, она так и называется, шахматная раскраска, очень даже помогает решать некоторые задачи. Вот. Я рекомендую ее запомнить. Я думаю, что она вам еще в ближайшем будущем обязательно пригодится. Ну, я думаю, что на этих нескольких примерах мы лучше разобрались в том, что же такое инвариант, да, давайте еще разок повторю, что это какая-то вспомогательная величина, которую вы сами выбираете. То есть не надо бояться страшного слова инвариант. Самое главное, что вы его сами выбираете. Это уже хорошо. Которую вы сами выбираете, да, и это величина, которая не меняется в процессе. То есть вот слон ходит, цвет клетки, на которой он стоит, не меняется. Там в предыдущей задаче мы делаем какие-то ходы, берем пары чисел, меняем их, сумма не меняется. В первой задаче мы складываем как-то числа, все равно они все делятся на 5. Вот это называется инвариантом. И благодаря тому, что конечная ситуация, которую нужно получить, не подходит под условия, ну, например, здесь клетка зеленая, а не синяя. Или там в предыдущей задаче сумма не такая, которая была изначально, не 2319, а совсем другая, 6000. Или в первой задаче число 2019 на 5 не делится. Вот за счет этого мы можем прийти к выводу, что получить ту или иную ситуацию нельзя. За счет того, что просто вот эта величина, которая не должна меняться, которая не меняется в процессе, в итоге почему-то должна стать другой. Ну, я надеюсь, что в домашних задачах вы сами научитесь находить эти инварианты, да, то есть вводить эти вспомогательные величины, где-то это сделать проще, где-то почти очевидно, на что надо обратить внимание, где-то чуть менее очевидно. Если не так хорошо видно, что делать, то разумно попытаться какие-то, ну, маленькие случаи разобрать, да, то есть, ну, несколько шагов алгоритма сделать. И тогда, может быть, вы заметите какие-то закономерности и сможете доказать, что они всегда будут работать. Вот. Ну, а стандартные инварианты мы уже перечислили. Это делимость, сумма, разность, четность. Вот что-то такое. Периметр, площадь. Это если мы говорим про какие-то геометрические сюжеты. На этом все. Успехов в выполнении домашнего задания. С вами был Дмитрий Алексеевич. Пока-пока.